10 мая 2022 год я закончил обрабатывать свои прививки я обрезал у них лишнее вот эти вот части это обрезал я подвой чтобы вся сила шла в привой есть вот такие экземпляры вроде бы живая почка на толку мало ну вот это наверное еще жить будет если почка пойдет в рост но есть и другие экземпляры например вот этот вот почка практически не живая на удивление те сеянцы на которых я думал ничего не приживется на них все хорошо я убрал боковые ветки вот он какой прекрасный зонтик стоит вот этот кедреныш тоже посмотрите хорошая почка вся сила уходит в нее вот немножко я оставил боковых веток чтобы было питание чтобы глюкоза образовывалась хвое вот здесь тоже все в порядке здесь может быть и стоит боковые ветки подрезать чтобы вся сила пошла в эту почку ставить одну веточку достаточно наверно будет например вот здесь вот здесь я все боковые обрезал потому что здесь уже много хвои на кедре сибирском прививка здесь пожелтела немножечко видите какая красная почка интересно это влияние гормонов которые отвечают за закладку почек или нет вот на этом кедре сибирском прекрасно себя прививка чувствует чувствуется что боковые веточки у подвоя будут конкурировать центральной почкой кедр сибирский сопротивляется вот видите . маленькая старается можно больше боковых почек дать не хочет он чтобы прирост давала прививка вот экземпляр очень хороший вот здесь посмотрите я думаю я оставлю вот эту часть с прививкой и вот эту веточку остальное все обрежу и посмотрим вот на этой вот боковой ветке будут почки закладываться или нет это прививка на сосну вот это сосна две хвоинки из одного места растет это кедр корейский 5 хвоинок в том числе вот этот маленькая веточка тоже кедр корейский я их оставлю вместе пускай растут буду сдерживать силу роста сосны для того чтобы они росли равномерно я втане надеюсь на какой-нибудь хитрый вегетативный гибрид вот так еще одна прививка кедра на сосне это вот это но ей уже много лет я ее прививал давным-давным-давно где даже место прививки незаметно срез был длиной около двух сантиметров обыкновенной копулировкой я это прививал все хорошо растет и еще одна прививка кедр на сосну которая у меня сохранилась из всего обилия который я делал вот такое у нее срастание прививка выполнена сердцевиной на камбий прививка себя чувствует просто изумительно наверное я здесь оставлю пенек который потом будет зарастать если у меня произойдет вот такое потемнение боюсь как бы это не сказалось на самой прививки можжевельник можжевельник прекрасно себя чувствует еще один можжевельника туя не люблю эти туи бестолковые растения как же прекрасно себя чувствует кедр сибирский посаженный из местных семян вы только посмотрите им если я не ошибаюсь третий год идет взять например вот этот вот он не просто распускает хвою он на свежих только что в этом году при ростах уже дает боковые почки обалдеть можно такая характерная краснота что это такое говорит о раннем полношении возможно возможно нет у меня здесь растет шесть штук который я отбирал скажем так по категории мохнатости по критерию мохнатости то есть у которых было активное ветвление вот это вот понятно уже пойдет в рост вверх это тоже а вот эти два так они у меня комочками растут сколько я не рассматривал я там не нашел поврежденную центральную почку не просто сами по себе такие я очень надеюсь что они будут у меня расти вот такими кустами ну или хотя бы как минимум очень такими компактными деревьями густыми с густой кроной мне такие кедра нравится или сравнения давайте посмотрим что же представляет кедр корейский которому годов больше чем вот этому сибирскому он весь желтый практически тяжело ему тяжело даже обыкновенная сосна которая как самосеянец выросла рядом с кедром глить какой вид прекрасно имеет она его вытеснит я наверное и оставлю где-нибудь потом отсажу осенью использую для прививки а вот это у меня прививка на кедр сибирский знаете чего это ель аянская посмотрим приживется или нет у меня таких три прививки это первая вот вторая и третья вот такие межвидовые прививки я делал не знаю приживутся или нет они если приживутся будет интересно за ними понаблюдать специально оставил боковую веточку выбирал специально такие саженцы у которых уже есть раздвоение пополам тяжело тяжело растется кипарису не исключено что в более сильные морозы и в менее малоснежную зиму они у меня все погибнут я сильно общем-то и не расстраиваюсь значит такова их не судьба некоторые у меня в комментариях спрашивают они продаю ли я свои привитые саженцы вообще изначально вся эта идея была основана не на финансовой какой-то выгоде а просто в качестве эксперимента ну и уж тем более сейчас глядя на такой процент выпада я смогу ответить на этот вопрос не раньше чем через год но сейчас я смогу совершенно точно сказать что прививать кедр корейский лучше на кедр сибирский прививать кедр корейский на кедр корейский стоит только в том случае если у подвое очень хорошая хорошо развитая корневая система и он значительно старше чем вот мои пятилетние саженцы а и Продолжение следует...